А вы в курсе, что казаки в этом году отметили важную дату? 25 лет назад на Кубани начали возрождать казачество. А история его возрождения в Сочи берет начало еще до принятия в России закона о реабилитации репрессированных народов. В 1990 году в Лазаревском районе Сочи появился первый кубанский казачий клуб. И вслед за Лазаревскими казаки по всему Черноморскому побережью города начали создавать свои организации, возрождая казачьи традиции и культуру. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы – атаман казачьего общества «Бытха» Владимир Береговой. Владимир Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, дни Вали. Ну и прежде чем начать наш разговор, я предлагаю посмотреть сюжет о том, как отпраздновали на курорте 25-летие возрождения казачества. Давайте смотреть. С гимнов России и Кубани началось торжественное мероприятие, посвященное возрождению казачества в нашем городе. Из всех районов Сочи прибыли казачьи подразделения, образованные на побережье четверть века назад. От имени атамана кубанского казачьего войска Николая Далоды участников парада поздравил казачий полковник Сергей Саботин. Он отметил важную роль кубанского казачества в охране правопорядка. Да, 25 лет назад только все начиналось. Но сегодня, видите, какое большое войско, управляемое войско, выполняя задачи, они гордятся этим, что они казаки. Если раньше у казаков была принципиальная задача охранять кордонную линию от Черного моря до Каспийского, то сейчас, с учетом современных вызовов, новые задачи. Но при этом нельзя забывать о прошлом, считают казаки. Современное казачество – это часть нашего общества, способное сохранять древние казачьи традиции, распространять православную мораль и участвовать в воспитании подрастающего поколения. Бесспорно, это активная общественная сила. Сочинские казаки помогают и полицейским поддерживать общественный порядок в городе и пограничникам в охране государственной границы. Вспомнили на торжественном мероприятии участие кубанских казаков в наведении порядка во время грузино-абхазского конфликта и в крымских событиях 2014 года. Сегодня казаков можно встретить и во время рейдовых мероприятий вместе с полицейскими, и помогающих на дорогах сотрудникам ГАИ, и активно занимающихся с детьми. Есть системы сочинского образования, казачьи классы и даже группы в детском саду. Но казаки приходят не только в классы, они вместе с ребятами идут в походы, где во время казачьих игр учат и джигитовки, и стрельбе из лука, и верховой езде. Их воспитанники и здесь вместе со взрослыми принимали участие в параде. Для них и вот такие своеобразные исторические уроки. Это традиционное казачье знамя, оно шилось по традициям казачьим. То есть, с одной стороны, православный крест, щит, это как защита нашей земли. Ну и, естественно, сабли это оружие, чем защищали казаки. Ну а второе то, что казаки всю жизнь были православные люди. С крестом на эту землю они пришли, с крестом и служат, и все дела у казаков начинаются с молитвы. Поэтому на знамени изображен наш спаситель. Дети и на сцене зимнего театра. Большое мероприятие, посвященное 25-летию возрождения кубанского казачества, завершилось тематическим праздничным концертом. 25 лет возрождения казачества в Сочи действительно отметили с большим размахом в зимнем театре, на площади у зимнего театра. Что вы чувствовали в этот момент? Ведь еще не так давно казаков называли обидным для вас словом «ряженые». Как вот вам кажется, как удалось казакам все-таки вернуть уважение? Действительно, вот так оглядываясь на прожитые годы, даже не верится, что уже прошло 25 лет. Такое впечатление, что совсем недавно мы только начинали, только искали какую-то казачью форму, только вспоминали казачьи традиции, по крупинкам все это выискивали, собирали, искали тех стариков, которые еще помнят что-то. Ну, в первые годы, конечно, действительно, сначала, так скажем, на эйфории все это шло, на каком-то подъеме было очень много обещано, было очень много всяких перспектив. Но вы знаете, сначала вышел закон о реабилитации репрессивированных народов, потом впоследствии казаки там немножко возмутились, и к этому закону была поправка внесена, в том числе и казачество. То есть почему-то у нас казачество опять в очередной раз забыли, к большому сожалению. Ну, казаки уже молчать не стали, наверное, где-то в генах просыпается национальная гордость. Опять же, если взять, казаки это всю жизнь, это были защитники нашего Отечества, причем одни из лучших защитников, вы знаете, очень много можно по истории приводить примеров, когда казаки защищали свои рубежи, своего Отечества, своего края и так далее. И очень много я могу сейчас, если мы сядем, то передача превратится в 3-4 часа. Я могу рассказывать о героях войны, о георгиевских кавалерах, потом о героях Советского Союза в том числе. То есть очень много казачества на защиту своего Отечества отдало своих жизней. Но почему-то это немножко как бы забывается. Наверное, в этом есть обида у казаков, особенно у тех, у старых казаков, которые в 90-м году действительно впервые в Лазаревке создавали клуб. Сначала был клуб, инициатором его создания был откидач Виталий Васильевич. Это впоследствии он стал первым атаманом Черноморского округа. С его большой подачей уже пошло казачество по всему городу Сочи. И к 91-му году уже у нас в каждом районе, в четырех районах города Сочи, в каждом районе появилось свое казачье общество. И отсюда уже пошло как бы возрождение казачества. Уже в 91-м году, вы знаете, вышел закон о реабилитации репрессированных народов. Кстати, по этому поводу, вот мы 23 апреля выезжаем на парад. Каждый год этот праздник мы отмечаем парадом, торжественным прохождением в городе Краснодар, где выстраиваются абсолютно все казачьи отделы. Казаки маршируют. Атаман говорит напутственное слово. Не только атаман, и губернатор наш, который на сегодняшний день, вы знаете, очень сильно поддерживает казачество, который поставил задачу возродить казачество и возродить уклад и быт. Именно тот быт, который всю жизнь на Кубани был, чем Кубани славилась. Конечно, все это с большим трудом, очень с большим трудом дается. Почему? Потому что все-таки вот то время, когда казачество уничтожалось, на сегодняшний день оно очень сильно сказывается. То есть очень много утеряно традиций казачьих, очень много ушло тех людей, которые все это помнили. Очень много, конечно, погибло людей и не могут... То есть прервана нить поколений. Вот самое главное, что прервана нить поколений. Нету, чтобы дед учил своего сына, сына, внука и так далее, и так далее. То есть прервана именно эта цепочка, по которой передавали все традиции и все обычаи казачьего народа. Ну о преемственности поколений мы еще обязательно поговорим. А сейчас хотелось бы поговорить о буднях наших казаков. Они активно принимают участие в охране общественного порядка, помогают в том числе полицейским. Расскажите об этом направлении работы, потому что очень много казаков, порядка полутора тысяч, вот такая цифра, которые принимают участие в охране общественного порядка. У казаков на сегодняшний день стоит основная задача, это обеспечение общественного порядка. То есть вы знаете, это и на Олимпиаду, то есть во время Олимпиады у нас 150 казаков с нашего города принимали участие в охране олимпийских объектов, обеспечении общественного порядка. В том числе было еще сюда прислано 450 казаков с края, которые приехали и практически весь период прохождения Олимпиады и потом пара Олимпиады поддерживали общественный порядок на территории города Сочи. Ну, основное направление это было Олимпийский парк и наша Красная Поляна, там, где были Олимпийские объекты. После этих мероприятий, естественно, принимали потом участие в охране и обеспечении Формулы-1, вот это я такие называю знаковые. И в мае снова будете заступать на этот пост? Да, и в мае снова. Я имею в виду, я такие знаковые обозначаю, я уже не говорю, да, самые крупные мероприятия. Еще уйма есть у нас в Меховских мероприятиях, где казаки заступают, охраняют, не только охраняют и заступают, но еще и задерживают, за что казаки отмечаются, награждаются. В том числе у нас здесь были ситуации два года назад, когда задерживали чеченских полевых командиров. То есть такой факт как бы незначительный, но тем не менее казаки проявили свою смекалку и задержали. На сегодняшний день, помимо того, что они обеспечивают общественный порядок, казаки еще заступают понесению службы на общественных началах. Это мы говорили о платной дружине, но у нас есть еще дружины общественные, которые выходят по закону, по детскому закону в первую очередь, потом выходят... Вместе с добровольными народными дружинами? Да, вместе с добровольными народными дружинами. У нас еще казаки заступают в добровольную дружину, так называемую дружину выходного дня в основном. Это суббота, воскресенье, когда в городе... Город нуждается в усилении поддержания порядка. Вы знаете, все выходные в наш город еще приезжают дополнительно отдыхающие, которые в эти дни всегда... Ну, есть необходимость поддержания общественного порядка. Также наши казаки еще несут службу на дорожных переходах. Вы знаете, что особенно это в летний период. Сейчас вот они не стоят, но обычно с июня месяца... Да, в разгар курортного сезона, когда много очень отдыхающих. В разгар курортного сезона, когда очень много людей. То есть вот эти все бегающие через дорогу всегда создают вот эти пробки, то есть которые... Город и так у нас перегружен автомобилем, транспорта очень много. Хотя на сегодняшний день у нас появилась и обеззная дорога. Но тем не менее город задыхается. И вот казаки стоят и регулируют движение на переходах. Что облегчает... Ну, это где-то в каких-то... Где много стопления людей. Да, в отдельном. Это в каждом районе практически есть. В Адлере стоят. В центре напротив морвокзала цирка. В Лазаревке стоят на переходе к морю. И в Хостинском районе это в основном бытка. В районе бытка. Это тоже помогает, как бы облегчает дорожные движения. И казаки не только там регулируют, и помогают зачастую переходить и пожилым гражданам, и нуждающимся. То есть это инвалиды в первую очередь, колясичники и так далее. Вот. Но помимо этого еще выходят на дежурство. Это по просьбе наших глав администрации. Вы знаете, у нас на сегодняшний день ведется большая борьба с самозастроем. Да, это, кстати, недавно, да? Да, это абсолютно недавно. Наша глава обратился к казакам с такой просьбой. На что казаки, конечно, откликнулись. И вот периодически выставляют по одному-двому казакам, которые дежурят у самовольных построек. И когда там активизируется работа, начинаются какие-то движения. Значит, вызывается сотрудник полиции. Ну и принимаются меры для пресечения, остановления вот этих незаконных построек. Ну да, много направлений. Вы назвали это и рейды, и борьба с самостроями. А все-таки каковы полномочия сегодня казаков? Какова сила казачьего слова? Потому что очень много противоречивых мнений на этот счет. Можете перечислить, пожалуйста? Да, действительно, мнений разных много. Но вы же знаете, на дежурство казаки заступают не самостоятельно. Обязательно один сотрудник полиции, два казака. То есть это то, что требует наш закон, это то, что требует наш атаман. В присутствии, естественно, полицейского всегда ему даны полномочия. Казаки обеспечивают физическую и моральную поддержку. Иногда, конечно, к сожалению, приходится казакам выходить самостоятельно, что практически у нас запрещено. Потому что еще действительно на сегодняшний день казакам еще не дано то право, как полицейским. Но, наверное, уже тот момент назрел, что уже пора, наверное, казакам дать какие-то полномочия. Потому что вы же понимаете, казаки это в первую очередь жители этого города. И в основном они охраняют улицы, поселки, тех мест, где они сами проживают. Зачастую их все знают, это соседи. И вы знаете, что всегда к соседям можно обратиться чисто по-соседски и сказать, дорогой, остановись, зачем тебе эти неприятности. То есть действительно, к слову казака на сегодняшний день уже стали прислушиваться. И действительно казаки очень большую роль в этом плане вносят. Даже молодежь уже начинает сама, посмотрев на все это, тянется и пытаются вступить в наши казачьи дружины. То есть единственное, что, допустим, во время рейда может сделать казак, он не может, конечно, задержать человека, но может, допустим, провести какую-то профилактическую беседу, сделать замечание и так далее. Да, однозначно. Можно провести профилактическую беседу, можно и задержать, и доставить до... Есть полномочия задержаться. Да, доставить до участка. В участке уже как бы разберутся. Если человек не виноват или там не нарушал, значит, его тихо, мирно отпустят. Если виноват, значит, ответят и так далее. То есть сейчас люди начинают привыкать, что казаки, они тоже имеют полномочия определенные, и к ним нужно прислушиваться, к их слову. Да, вы знаете, уже зачастую иногда выходишь, и это просто от наших жителей города, от отдыхающих зачастую мы слышим благодарность. Почему? Потому что казак, это, во-первых, житель нашего города, во-вторых, это человек, который знает город. Особенно отдыхающие, они зачастую обращаются к казакам, то есть как бы пройти куда, адрес там, как проехать. То есть очень много информации. Вы знаете, в советские времена у нас были информационные бюро. На сегодняшний день такой службы у нас как бы нет в городе. Но вот эту службу на сегодняшний день тоже взяли на себя казаки. И вот эту информацию, которую они дают населению и гостям нашего курорта, за это нам народ очень благодарен. Ну и большой пласт вашей работы, вы сегодня уже упомянули, это работа с молодежью. И насколько я знаю, что по поручению краевого департамента по делам казачества эта работа активизировалась, в чем она конкретно заключается? Насколько сейчас молодежь тянется и подтягивается к этому большому движению, которое очень активно развивается на Кубани? Ну, в последнее время в казачьих обществах потянулось очень много молодежи. Понятно, что молодежь, она утеряла эти казачьи традиции, поэтому нужно восполнять вот тот недостаток и нужно их воспитывать, обучать, рассказывать, давать им историю казачества, давать им основы культуры казачьей, давать им самые элементарные. То есть начинался казак всегда с чего? В первую очередь казак начинался всегда с храма. То есть как только казак родился, его сразу крестили. В три года обычно казака уже сажали на лошадь, дарили ему кинжал. То есть и вот эти традиции на сегодняшний день, конечно, очень утеряны, тем более в нашем городе, вы знаете, где и лошадь-то с трудом найти, сейчас все ездят на автомобилях. Но, тем не менее, мы пытаемся, есть у нас конюшня вот в Хостинском районе, в Хосте, и мы пытаемся там детям прививать вот эту любовь. Во-первых, к коню, потому что конь – это была основа казачьей жизни. Казак на коне не только воевал, он на нем и землю пахал, и работал. — Вы можете говорить о казачьих играх, правильно? Вот этих казархонах. — Да, я немножко позже расскажу об этом, могу остановиться. Но начинать нужно именно с традиции. А все традиции, все наши казачьи традиции начинаются с нашей православной веры. Почему? Потому что казак без веры – это не казак. Казак без веры – это просто вот тот ряженый, о котором мы уже говорили, то, что было в 90-х годах, когда в казачество пошла лавина, просто лавина. Всех, кто был казаком, кто не был казаком, то есть я не знаю, какие-то были большие обещания, что просто масса людей туда пошла. В том числе, вы знаете, очень многие и пьющие, и неверующие, и те же, по которым нужно самим составлять уголовное дело, они тоже как бы пошли в казачество. Естественно, за эти годы все прошел, отсев, очень много ушло, почистилось, остались лучшие, остались, наверное, вот с тех, кто начинал в 90-х годах, их можно сегодня по пальцам пересчитать. Их очень мало, но это действительно те настоящие казаки, которые сегодня свою душу дарят молодежи. И вот на их примере мы воспитываем молодежь. Ну, с молодежью, вы знаете, у нас очень много различных есть движений. Во-первых, у нас на Бытхе есть военно-патриотический клуб, военно-исторический, который занимается реконструкцией Средневековья, но в первую очередь это бойцовский клуб. Почему? Потому что каждый казак, в первую очередь, это воин. И казака с малолетства всегда воспитывали в духе воина, в духе того, что завтра надо идти защитить свой край, свое отечество. Вот. Помимо этого, у нас есть еще детская группа казачьей направленности в детском садике, это детский сад 83, в хосте. В этом году у них выпускной, выпускной, вот 30 мая. То есть я уже вас заранее могу пригласить туда, я думаю, что телевидение не откажется посетить. Конечно, обязательно. Тем более, такая казачья группа, которая у нас на сегодняшний день там существует, которая всегда откликается на все казачьи праздники, они с нами, вот, вы видели, 25-го, на 25-летие были на территории Зимнего театра и выступали на сцене. До этого мы были в октябре месяце, это день празднования Кубанского казачьего войска. В этом году Черноморский округ праздник отмечал в городе Туапсе. И даже наши шестилетки ездили с нами туда и тоже там выступали, сделали небольшую концертную программу. И, по-моему, они там дали задор, больше, чем даже взрослые коллективы выступали. Вы упомянули уже, что 10-я школа у нас казачья, как-то, как с ней организована работа, может быть, вы приходите, участвуете в каких-то открытых уроках или еще что-то как-то? Да, действительно, 10-я школа у нас, эта школа казачья школа уже получила она этот статус, очень большую работу проводит там директор, я уже говорил, это Давыдов Владимир Владимирович. На территории школы, вы знаете, установлен бюст Екатерины II, в самой школе есть музей казачьей истории, казачьей славы. В этом, но эта школа вообще находится на территории центрального района, и казаки центрального района очень плотно с ней сотрудничают, периодически они туда приходят, проводят уроки истории, истории казачества, истории патриотизма, истории нашей воинской славы, потому что история воинской славы неразрывно связана с историей казачества, и отделять это просто невозможно. Тем более, что казаки на фронте, на фронтах, всех фронтах показали себя с лучшей стороны, и очень много героев Советского Союза, и воевали всегда счастье с достоинством. То есть, чтобы вот так воевали, то вот этому воспитывать нужно с детства. Если ребенка не приучить с детства, что такое хорошо, что такое плохо, вы знаете, на сегодняшний день у нас вот этот интернет, на сегодняшний день у нас телевидение, с экранов которых льется уйма всякой грязи, и люди действительно забыли свою культуру, и в том числе молодежь, в первую очередь молодежь, потому что более старое поколение все-таки уже есть закалка, какие-то есть моральные устои, а молодежи на сегодняшний день, они как бы брошены, и действительно, с ними нужно заниматься, потому что если его сегодня научат, в первую очередь, что нужно научить? Любить свою папу, маму, потом научить свой город, свою улицу, после этого уже свою родину, наш край и родина. То есть все это должно постепенно, постепенно как бы нанизывается на стержень, на тот стержень, который у каждого казака в душе должен быть, а стержень все начинается откуда? С православия. Почему у нас вот на последнем сборе в Краснодаре, который проходил 25 марта, наконец-то было принято решение изменить в уставе, что в казачестве может быть только православный казак. То есть это очень немаловажно, и старые все казаки этому очень сильно обрадовались. Допустим, молодежь там не все это понимают, нас, вы знаете, сейчас с экранов телевизора призывают к толерантности и так далее. Но вы уже видели, что такое толерантность в Европе на сегодняшний день, да? Вот Европа уже плачет там, уже не знает, как справиться. Вот нам предлагают такую же толерантность, и завтра мы будем плакать. Поэтому мы всегда должны помнить основы своих родов, основы своего казачьего рода, основы того, в каком крае, и осознание того, в каком крае, в какой стране мы проживаем. Ну как вам кажется, все-таки есть надежда, что молодежь будет продолжать работу, которую вы начали 25 лет назад? Ну вы знаете, я, наверное, даже не сомневаюсь в том, что они будут. Почему? Потому что в последнее время действительно очень много молодежи потянулось в казачество. Очень много молодежи сейчас потянулось в православные храмы. Это, конечно, очень радует. Я вот даже беру на примере нашего Быткинского храма Иоанна Златоуста. Действительно, еще, когда мы начинали, впервые там появились, вот я вам немножко предыстории расскажу, когда мы создавали Быткинское общество, то самый первый сбор мы провели в библиотеке храма Иоанна Златоуста. Отец Дмитрий нас там любезно встретил, предоставил нам вот библиотеку в помещениях, где мы могли хоть собраться, пообщаться и принять решение о создании хутора Бытка. И сколько у вас сейчас казаков объединяет ваше общество? Ну вот наше общество уже на сегодняшний день по списку насчитывается 163 казака. Естественно, не все активные, списочный состав, вы понимаете, это списочный, но есть еще то действующее ядро, которое вот выходит на все праздники, на все мероприятия, на охрану общественного порядка и так далее, и так далее. И не только этим, еще нужны казаки, которые будут ходить в садики, в школы, потому что это тоже, это все делается за счет личного времени, ничего, это не оплачивается, естественно. Все это делается просто на инициативе наших казаков. То есть на инициативе тех людей, которым не все равно, какими детьми вырастут наши дети, какими людьми, скажем. Ну и все-таки, вот завершая нашу передачу, хотелось бы услышать, какие вы сегодня задачи ставите в вашем обществе, казачьем обществе бытха перед собой на ближайшую перспективу? Что, какие вопросы решить? Над чем поработать в первую очередь? Ну, самый первый вопрос, это, конечно, я уже сегодня останавливался, что 23 апреля у нас парад, в этом году 25-летие подписания закона о реабилитации казачества. То есть самая первая задача, это у нас выехать на этот парад. Конечно, это, даже на сегодняшний момент, это уже есть сложность, в каком плане? Все это стоит деньги, нужно автобус, нужно казаков водить. Наверное, вы уже заметили, даже если брать старые фотографии, скажем, 10-15 летней давности, в каком составе раньше выезжали казаки, то есть все были одеты кто во что, была полная партизанщина, зачастую даже не одеты, просто ехали, кто-то в камуфляже, то есть абсолютно была разношерстная масса, то на сегодняшний день действительно казачье общество, не только наше, а все кубанское казачье войско, оно приобрело действительно лицо казачьего войска. И вот наш атаман, Далуда Николай Александрович, он уже настоятельно требует, и мы везде говорим, что мы казаки кубанского казачьего войска. И подчеркивает, именно войско. Почему войско? Я вам скажу в двух словах, потому что вы знаете, что в 2014 году, пока наши казаки в Сочи мы охраняли Олимпиаду, то в этот момент казаки города Новороссийска, Геленджика, тамани, выезжали в Крым, и в Крыму они выполнили ту миссию по присоединению Крыма, то есть они заблокировали посты, не дали пройти этим бандеровцам, не дали им войти на территорию Крыма, хотя там было много провокаций, но казаки, честно, достойно все это выдержали. Поэтому об этом нельзя просто умалчивать, об этом нужно говорить и заслугу казаков в этом отмечать. И вы, наверное, уже заметили, что даже уже это на уровне президента, президент наградил нашего атамана, то есть отмечено это на самом высоком уровне государственном. И второй момент, еще нужно подчеркнуть, что вот в прошлом году у нас было 70-летие Великой Победы, вы знаете, и впервые за 70 лет после Парада Победы впервые казаки Кубанского казачьего войска участвовали в Параде Победы. К этому мероприятию очень долго и серьезно готовились, отбирались лучшие казаки. Во-первых, не только, чтобы там был рост лицом красивый и так далее, но отбиралось, чтобы была дисциплина во всех отношениях, чтобы действительно выезжали очень много, отдали времени на тренировки, подготовки. И, по-моему, вот когда мы прильнули все к экранам телевизора и смотрели, когда же наши казаки пойдут, то у меня сложилось такое впечатление, что казаки прошли, по-моему, лучше всех. И действительно, колонна возглавлялась нашим атаманом, который сам лихо и браво прошел именно по казачьи, как положено, но и казаки не подвели. И действительно, вот ту дедовскую память все-таки не подвели казаки и прошли, наверное, лучше всех. Об этом даже начальник парада тоже нашему атаману лично выразил благодарность. Ну, а я вас благодарю за то, что вы стали гостем нашей программы и пришли сегодня к нам. И, мне кажется, получился очень-очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был атаман казачьего общества бытха Владимир Береговой. Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин